Работники авиакомпании, бортпроводники, пилоты, диспетчеры, технические и вспомогательные персоналы аэровокзала 9 февраля будут принимать поздравления с профессиональным праздником – Днем гражданской авиации. Староскольский аэропорт сегодня переживает нелегкие времена. Последний регулярный рейс был в мае, сейчас принимают только чартеры. О воздушных воротах Старого Оскола в репортаже Ольги Шалыгиной. Владимир Крынин 40 лет в авиации. За штурвалом 150-местного Як-42 облетел весь Советский Союз. В 90-е остался без работы, как и тысячи опытных пилотов. Переехал из Литвы в Россию и уже четверть века отвечает за взлётно-посадочную полосу Староскольского аэропорта. А это 1800 метров в длину и 43 в ширину. Порядка 60 тонн взлётной массы. Это Як-42, это Ан-12 из старых самолётов. Ну, новые все Embraer различные, CRG. То, на чём летают сегодня. Конечно, мы тяжёлый самолёт не можем принять по ограниченной подлине взлётно-посадочной полосы. Есть возможность удлинить её несколько метров на 400 и уже сможем принимать другие воздушные суда. Безопасность и комфорт пассажиров для Натальи Оставьевой профессия. Хозяйка Староскольского аэровокзала с детства грезила небом. Сначала я приехала на север, попала, там был аэропорт, он даже не аэропорт, это назывался вертодром в то время. Там были вертолёты летали, большие, маленькие, всякие там, это было в Тюменской области, там были нефтяные вышки, газ добывали. То есть вот эти самолёты, вертолёты все летали, возили груз, то есть и вагончики, и там, не знаю, доски, там станции какие-то. Где только я не работала, но всё именно в авиации. Я люблю свою работу. Есть в Староскольском аэропорту и своя метеорологическая станция. Каждые 30 минут – свежий прогноз погоды. Вот у нас компьютер, по которому мы передаём фактическую погоду в банк данных. Здесь у нас вот приборы, это вот ДВО, РВО, это меряют высоту облачности. Эти вот ИПВ – это ветер, меряем мы среднюю скорость, порывы и направление ветра. Это БРСК давление, атмосферное давление, оно у нас и в миллиметрах, и в гектопаскалях. У нас есть давление аэродрома, приведенное давление к уровню моря. Всё это передаётся нужным для авиации. Данные поступают в диспетчерскую. Цифры выводят на специальный экран. Коллектив Староскольского аэропорта – небольшой, всего 60 человек. С 1995 года сократился почти втрое. Сейчас здесь опять нелёгкие времена. Регулярных вылетов нет, только чартерные рейсы. Если государство и авиацию бросило на самотёк, то большое количество авиакомпаний стало сокращаться стремительно просто. У нас каких-то компаний не работало, но их хватало без поддержки на месяц-два. Когда люди начинают рассчитывать на транспортную систему, а её тут раз и нет системы, приходится перестраиваться опять на Курск, на Белгород, на Воронеж. Официальная история гражданской авиации в Старомосколе началась в 1960 году. Под аэропорт выделили участок земли километр на километр. В 70-х аэропорт реконструировали, установили навигационные знаки и уплотнили грунт на взлётной полосе. В Москву летал Л-410. Привычный сегодня облик аэровокзала брёл в 1985 году. Летало, у нас бывало до трёх рейсов в Москву. Летало и Л-410, и Як-40, и Белгородский. Ещё и летал М-24, который транзитом из Москвы через нас шёл в Керчь. Тогда бывало, с трёх рейсов собирались люди, и там больше ста пассажиров. Летали отсюда, и в Киев летали были полёты. В Сочи, в Анапу летали, в Геленджик. Потом перестройка, кризис. Выжить удалось благодаря грузовым перевозкам. Пять лет аэропорт не принимал пассажирские рейсы. У нас образовалась авиакомпания. Тогда одна из первых вообще в Советском Союзе. Грузовые полёты разных типов воздушных судов. В 1992 году, когда шла помощь в Армению, в Грузию, там после землетрясения, только гуманитарной помощи от голландского Красного Креста, самолётами авиакомпании, за зиму было перевезено порядка 1200 тонн грузов. История гражданской авиации в Старомосколе тесно связана с превращением города в промышленный центр. С развитием металлургической и горнодобывающей промышленности. Вот смотрите, ГБЖ на Лебединском ГОКе. Это при участии аэропорта было. В СМБТ на комбинате. Стойлинцы, сколько тут вот работ было. Та же швейная фабрика. Но много работ было с участием аэропорта. То есть аэропорт обеспечивал прибытие специалистов, делегаций, каких-то грузов. Документация тоже шла частично через авиационный путём. Сегодня коллектив надеется на поддержку предприятий. В год на содержание аэровокзала и субсидирование регулярных полётов необходимо 60 миллионов рублей. Только на один полёт в Москву уходит до двух тонн топлива. Общая стоимость рейса в столицу – 480 тысяч рублей. А стабильный пассажиропоток возможен при условии, что самолёты в Москву будут летать 8 раз в неделю. В таком случае возможны и южные направления. Без субсидий Старосковский аэропорт. Так и останется птицей с подрезанными крыльями. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, 9 канал.